Родная литература. Лекция номер 6. Творчество Алексея Иванова. Алексей Викторович Иванов. Российский писатель, сценарист, лауреат премии правительства России в области культуры и ряда других литературных премий. Алексей Иванов родился 23 ноября 1969 года в городе Горьком в семье судостроителей. Закончил школу в Перми. Иванов с детства хотел стать писателем. Ему казалось, что ближайший путь к писательству – это журналистика. Поэтому в 1987 году, сразу после окончания школы, он уехал в Свердловск и поступил на факультет журналистики Уральского государственного университета. Но проучился там он всего год. Этого времени хватило понять, что журналист – не писатель. А в 1990 году Иванов поступил на факультет истории искусств того же университета, решив, что для писателя широкая эрудиция важнее узкой специализации, и что диплом искусствоведа поможет ему овладеть необходимым для творчества языком детального описания различных фактур. На факультете Иванов специализировался по книжной графике и защитил диплом по творчеству художника-иллюстратора Геннадия Калиновского. Во время учебы в университете Иванов много времени проводил в редакции журнала «Уральский следопыт» и фактически был бесплатным внештатным сотрудником отдела фантастики, которым руководил Виталий Иванович Бугров. Иванов проверял викторины, разбирал самотек, рецензировал рукописи. В те годы он и сам писал фантастику. В 1990 году Бугров опубликовал в Уральском следопыте первую фантастическую повесть начинающего автора «Охота на большую медведицу». Правда, от фантастики Иванов быстро ушел в другие области литературы. И от первых публикаций в журнале до первой книги пришлось ждать целых 15 лет. С 2006 по 2009 годы по инициативе писателя проводится этнофутуристический фестиваль. А вот в 2010 году Алексей Иванов отказался от участия в фестивале в знак протеста против действий пермских властей. В 2014 году Алексей Иванов совместно с художником Валерием Штукатуровым выпустил художественный альбом «Екатеринбург. Умножая на миллион». В этом же году издательство АСТ выпустило тиражом 15 тысяч экземпляров сборник новелл Алексея Иванова о Екатеринбурге 90-х годов под названием Йобург. Города Йобург нет на карте. В Советском Союзе был закрытый промышленный город-гигант Свердловск. В России он превратился в хайтековский евроазиатский мегаполис Екатеринбург. А Йобург – это промежуточная станция между советской и российской формациями. Йобург – это город в эпоху перемен. В первую очередь в лихие 90-е. Такое хулиганское прозвище городу придумали сами жители. Считается, что 90-е годы были временем национальной катастрофы. Периодом развала, беспредела. Однако в те годы проявилось еще и мощное созидательное начало. В этой книге 100 новелл. О Екатеринбурге на сломе истории. 100 новелл о яростной борьбе. Сюжеты о реальных людях, которые не сдавались обстоятельствам и упрямо строили будущее. Хитромудрые политики, бизнесмены-идеалисты, безбашенные художники и поэты, стойкие гражданские лидеры, даже благородные бандиты. Эпоха перемен порождала героев и титанов. И многих из них вся страна знала по именам. Кто-то погиб, а кто-то сейчас в силе и славе. Современный Екатеринбург – это редкий пример отечественного города, который стал успешен вовсе не на ренте от природных ресурсов. Екатеринбург никогда не выпадал из истории, как выпадает российская провинция. Он всегда оставался укорененным в жизни, всегда решал за себя сам, а потому на все жгучие вопросы эпохи дал свои собственные яркие ответы. И это произошло во времена Ебурга. Следующая книга, написанная Ивановым, это «Сердце Пармы». Исторический роман о покорении Великой Перми Москвой в XV веке. Основа сюжета – реальные исторические события второй половины XV века. Это век от Рождества Христова. Почти семь тысяч лет от сотворения мира. Московское княжество, укрепляясь, приценивается к богатствам соседних, ближних и дальних, выбирая территории для освоения. Русь медленно наступает на Урал. А на Урале – не дикие народцы. На Урале – лесные языческие княжества. Древний таежный мир, дивный и жуткий для пришельцев. Здесь не верят в спасение праведной души. Здесь молятся суровым богам судьбы. Одолеет ли православный крест чищобную нечисть Вечной Пармы, хвойного океана? Покорит ли эту сумрачную вселенную чужак Иисус Христос? Станут ли здешние жители русскими? И станут ли русские здешними? Сердце Пармы – роман о том, как люди и народы, обретая Родину, обретают свою судьбу. По этой книге снят фильм, кадры из которого вы видите. О соотношении исторических фактов и художественного вымысла сам писатель говорил так. Я действовал по одной и той же модели. Вот князе Михаила, например, как я делал. Выписал столбиком события, в которых принимал участие реальный князь Михаил в реальном 15 веке. И попытался представить себе духовный мир человека, которому эти поступки были бы ограничены. Горнозаводская цивилизация. Книга, которую написал Иванов в 2013 году. Урал – это самая индустриализованная зона планеты Земля. Тотальная индустриализация региона начинается еще с реформ Петра I. А при Екатерине II, благодаря Уралу, Российская империя вышла в мировые промышленные лидеры. В отечественной истории подобное случилось только один раз – в конце XVIII века. К этому времени на Урале было построено больше двух сотен горных заводов. Добиться столь выдающегося результата российской власти удалось весьма специфическими методами. Национальная промышленность, частная и казенная, была выведена из-под законов империи и организована как держава в державе. На Урале было построено государство горных заводов со своим законодательством и своим судом, по своей бюрократической иерархии и своим административным делением, собственной столицей, идеальным городом Екатеринбургом. Держава горных заводов породила новый и небывалый культурный феномен, который в XX веке социологами был назван горно-заводской цивилизацией. Это вариант русского мира, но с особой системой ценностей, с особой мифологией, с особыми культурными героями. А русская горно-заводская идентичность, она же уральская идентичность, оказалась эталоном индустриализма. В эпоху, когда глобализация переформатирует мир в постиндустриальное общество потребления, очень важно осознать, каким же было индустриальное общество созидания, особенно в его образцовом и отечественном изводе. Также в 2013 году Алексей Иванов издает книгу. Это фотокнига под названием «Увидеть русский бунт». Это не пересказ истории Пугачёвщины с картинками. Это способ увидеть сложность внутреннего устройства России в далёком XVIII веке и сейчас. Пугачёвщина до сих пор не выученный урок России. В каждую эпоху она пересмысляется по-своему. В XIX веке для Пушкина она была борьбой наций против элиты, казаков против дворян. В XX веке для Ленина она была классовой борьбой крепостных против помещиков. Прочтение XXI века – это борьба за идентичность. Огромная Россия внутри себя устроена очень сложно. Можно говорить о комплексах региональных образов жизни. Все вместе они русские, но отличаются друг от друга. Пугачёв внёс в эти комплексы свою идею – переустройство державы по казачьему образцу. Но каждый комплекс отреагировал на эту идею по-своему. То есть Пугачёвщина выявила идентичность, активировала четыре разных цивилизационных зоны России. Первая зона – это казачья река Яек. Здесь идея Пугачёва превратилась в корпоративную войну. Войну яицкого казачьего войска против Оренбургского. Вторая зона – это горнозаводской Урал. Здесь идея Пугачёва породила гражданскую войну за право работы. Приписные крестьяне воевали против горнозаводских рабочих. Третья зона – это Башкирия. Здесь идея Пугачёва стала войной за национальную независимость. Башкиры воевали с русским государством за выход из состава России. Четвёртая зона – Поволжье. Это многонациональный, многоукладный и многоконфессиональный регион. Здесь живут и русские, и татары, калмыки, немцы, мордва, морийцы. Многоукладность проявляется в совместном проживании и крестьян, и кочевников, и ремесленников. Говоря о конфессиях, это и православные, и мусульмане, и буддисты, и католики, и язычники. То есть настолько пёстрый контекст данной территории с разных точек зрения. И пугачёвская идея смогла консолидировать его только в виде криминальной войны за собственность. Вроде войны Стеньки-Разина. Разность жизненных укладов, разность идентичности этих регионов сохранилась и сейчас. Эту разность можно увидеть только на фотографиях, когда ландшафты и селения разных регионов без всякого дополнительного пояснения покажут, насколько отличаются эти регионы друг от друга. Это больше фотопутешествия по кругу Уральск, Оренбург, Белорецк, Магнитогорск, Троицк, Златоуст, Оса, Ижевск, Казань, Пенза, Саратов, Волгоград, Уральск. Кроме того, важнейшие для пугачёвщины события происходили в Москве, Петербурге, Волгодонске, Челябинске, Кургане, Уфе, Кунгуре, Краснодаре, Астрахани, Могилёве, Таллине и в других городах. Странно, что подобной книги не было ни в 19-м, ни в 20-м веках. Пройти по пути пугачёвщины и увидеть русский бунт своими глазами – это лучший и самый логичный способ понять, как устроена Россия и почему с ней случаются катастрофы вроде пугачёвщины. Ещё одна книга Алексея Иванова «Псоглавцы». Сюжет следующий. «Спивающаяся деревня», «Торфяные карьеры», «Руины уголовной зоны». Таков антураж повести. Трое молодых реставраторов приезжают в эту глухомань, чтобы снять со стены заброшенной церкви погибающую фреску. Но на фреске псоглавец – еретическое изображение святого Христофора с головой собаки. А деревня, оказывается, в старину была раскольничим скитом. И во мгле торфяных пожаров начинается психоделическая история о том, что утраченная историческая память поражает жуткого псоглавца, то ли бога раскольничьих стражников, то ли демона лагерной охраны. Рутинная халтурка становится мистическим триллером, потому что здесь над людьми ставят опыт таинственные денжерологи, спецназ, который охотится за жестокими чудесами мировой культуры. Познакомимся еще с одной фотокнигой Алексея Иванова – это «Хребет России». Комплексный культурный продукт, не имеющий аналогов в современной русской культуре. Хребтом России автор книги, писатель Алексей Иванов, называет «Урал». В книге, изложенная ярким языком, системное описание Урала как социокультурного феномена. Это не просто портрет, а идентификация региона, объяснение его внутреннего устройства как постмодернистическое прочтение европейской мифологии. Новый жанр фэнтези, который часто использует Иванов в своей деятельности, также и постмодернистское прочтение Урала. Иванов порождает не учебник краеведения и не путеводитель, а новый жанр, который критики уже назвали иденти, от слова идентификация. В книге 100 новелл об Урале около шести сотен фотографий и описание уральского золотого кольца под названием «Железный пояс Урала». Книга 2006 года «Золото-бунта». 1778 год. Урал дышит горными заводами, дымит трубами, а для заводов существует только одна дорога в Россию. Это бурная река Чусовая. Но здесь барки с заводским железом безжалостно крушат береговые скалы бойцы. Для сплавщиков, которые проводят барки по стремнинам реки, есть способ избежать крушений, попросить о помощи сатану, о свою бессмертную душу, чтобы не запачкать ее грехом, передать на сохранение в раскольничью секту истяжельцев. И поэтому грандиозный сплав железных караванов истяжельцы держат в кулаке. Однако молодой сплавщик Асташа поднимает бунт против секты, владеющей Чусовой. Причина вроде бы в золоте пугачевского клада, спрятанного где-то на бойцах. Хотя подлинное золото бунта это ответ на вопрос, как сделать непосильное дело и не потерять свою душу. Книга, написанная в 2009 году, «Лето. Исчисление от Иоанна». Это рассказ об острейшем моменте русской истории, о противостоянии царя Ивана Грозного и митрополита Филиппа. Это время разгула опричнины, время лютых пыток и казней. Царь призывает в Москву друга детства, игумена Соловецкого монастыря Филиппа. Став митрополитом, Филипп видит свой долг в том, чтобы заступиться за жертв бесчинств, творимых по указке царя его приспешниками. Книга «Летоисчисление от Иоанна» написана Алексеем Ивановым по начальному варианту сценария о митрополите Филиппе и царе Иоанне, четвертом «Царь». Режиссер Павел Лунгин, автор сценария Алексей Иванов и Павел Лунгин. Еще один известный роман, по которому снят художественный фильм, это «Географ Глобус Пропил». Это роман вовсе не о том, что веселый парень Витька не может в своей жизни обрести опору, и даже не о том, что молодой учитель географии Слушкин влюбляется в собственную ученицу. Это роман о стойкости человека в ситуации, когда нравственные ценности не востребованы обществом. Роман о том, как много человеку требуется мужества и смирения, чтобы сохранить душу живую, не впасть в озлобление или в гордыню, а жить по совести и по любви. Вспоминая свои студенческие годы, Алексей Иванов в 1993 году пишет книгу «Общага на крови». «Волю и обстоятельств из обычного общежития выселяют компанию из пяти студентов, и молодые люди переходят на нелегальное положение. Чтобы выжить в общаге, им приходится жертвовать очень многим. Но до каких пределов дозволено доходить, не предавая себя и друзей? Герои романа – умники, максималисты, и потому им гораздо легче отыскать причину, разрешающая совершать такие поступки, какие совершать не хочется и не следует». Познакомимся с книгой «Ненастье», написанной в 2015 году. Действие книги происходит в 2008 году. Простой водитель, бывший солдат афганской войны, в одиночку устраивает дерзкое ограбление спецфургона, который перевозит деньги большого торгового центра. Так, в миллионном, но захолостном городе Батуеве завершается долгая история дерзкого и могучего союза ветеранов Афганистана. То ли общественной организации, то ли бизнес-альянса, то ли криминальной группировки. В лихие 90-е, когда этот союз образовался и набрал силу, сложно было отличить одно от другого. Но роман не про деньги и не про криминал, а про ненастье в душе. Про отчаянные поиски причины, по которой человек должен доверять человеку в мире, где торжествуют только хищники. Но без доверия жить невозможно. Роман о том, что величие и отчаяние имеют одни и те же корни. О том, что каждый из нас рискует ненароком попасть в ненастье и уже не вырваться оттуда никогда, потому что ненастье – это убежище и ловушка, спасение и погибель, великое утешение и вечная боль жизни. По этой книге также снят фильм под названием «Ненастье». Есть у Иванова книги, которые можно смело отнести к жанру фантастики. В этом жанре он начинал свое творчество в журнале «Уральский следопыт». И некоторые произведения из простых маленьких повестей переросли в дальнейшем уже в более солидное произведение. Итак, первое произведение, которое мы рассмотрим, это «Корабли и галактика». Повесть написана в редком жанре космической оперы. Действие раскидывается на весь Млечный Путь. Пылают звезды, несутся причудливые корабли, космос кишит жуткими чудовищами. История галактики полна грандиозных противостояний и сражений, а сквозь пространство мерцают тайны погибших древних цивилизаций. Ещё одна книга «Земля сортировочная». Здесь события развиваются в посёлке Сортировка. Это сонный, рабочий, тёмный посёлок, где обычная жизнь царит. Работа на станции, огород, магазин, самогонка. И вдруг оказывается, что каждый второй житель сортировки на самом деле инопланетянин. Идёт галактическая война. Инопланетяне ловко маскируются под землян. И всякая обывательская передряга на самом деле является боевой акцией пришельцев. Но это уже не боевик, а комедия. Охота на большую медведицу. Мелкая шайка космических пиратов нападает на проходящий мимо звездолёт. Грабёж проходит вполне удачно, однако в догонку за пиратами увязываются благородные мстители. Дети с планеты Земля. Пираты безобидные, а дети беспощадные. И получается боевик наоборот. Сначала весело, а потом страшно. С 2005 по 2013 год Иванов сотрудничает с издательством Азбука, которое выпускало все его книги. Часто он работает под псевдонимом Алексей Маврин. Иванов, работающий в разных жанрах и темах, устал от ярлыков певец Урала, мастер исторического романа, который критики навешивали на него с выходом каждого нового текста. Иванов хотел получить объективную оценку произведения, поэтому взял псевдоним. Производения Иванова включены в программу по современной литературе для вузов. По его произведениям написано более сотни научных работ и пять диссертаций. Романы переведены на сербский, голландский, французский и китайский языки. Как уже говорилось ранее, по его произведениям снимаются фильмы, также ставятся пьесы в театрах Москвы, Красноярска, Омска, Перми, Ижевска, Екатеринбурга. Алексей Иванов сотрудничает с кинокомпаниями как автор сценариев. В 2007 году по заказу одной из компаний Иванов написал сценарий полнометражного мультфильма «Конек, горбунок». В 2008 году по приглашению Павла Лунгина Иванов стал автором сценария полнометражного художественного фильма «Царь», главной роли в котором сыграли Олег Кенковский и Петр Мамонтов. В 2015 году закончил работу над восьмисерийным драматическим сериалом и полнометражным фильмом «Табол». Производством фильма и сериала сейчас занимается кинокомпания «Солев» и режиссер Игорь Зайцев при поддержке Фонда кино и правительства Тюменской области. Произведения Иванова успешны на книжном и кинорынке, что позволяет их автору заниматься свободным творчеством в сфере литературы, кино и телевидения. Итак, мы познакомились с творчеством писателя и сценариста Алексея Иванова Лекция подошла к концу. Всего доброго!